Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается отрывок Евангелия от Иоанна, глава 2, стихи с 12 по 22. Послушаем этот отрывок на церковно-славянском языке в прочтении Отца Александра. Во время Оно сниди Иисус в Капернаум сам и мать Его, и братья Его, и ученицы Его, и ту немногие дни пребыша, и близбе Пасха Иудейска, и взыдево Иерусалима Иисус, и обретев в церкви продающие овцы, и валы, и голуби, и пенежники сидящие, и сотвори бич отверви, и вся изгнает с церкви овцы и валы, и торжняком росы по пенязи, и доски опроверже, и продающим голуби рече. Возьмите сия отсюда, и не творите дома отца моего, дому купленого. Памянувши же ученицы Его, як описано есть, жалость дома твоего снесть мя. Отвещаше же Иудеи и реши ему, кое знамени являеши нам, як осия твориши. Отвеща Иисус и рече им, разорите церковь сию и треми дедами воздвигную. Памянувши же Иудеи четыридесять и шестию лет создана бы с церковь сия, и ты ли треми дедами воздвигнешься ю. Он же глаголоша от церкви тела своего, игда убавастат мертвых, помянувши ученицы Его, як осе глаголоша, и вероваша писанию и словеси, ежерече Иисус. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и Братья Его, и Ученики Его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики Его вспомнили, что написано, «Ревность по доме Твоем снедает Меня». На это иудеи сказали, «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Пасха была одним из трех паломнических праздников, во время которых все иудеи, достигшие религиозного совершеннолетия, должны были находиться в Иерусалиме. И, конечно, с приближением праздника Спаситель отправился в Иерусалим. Оказавшись там, он нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Храм состоял из ряда дворов, ведущих к святилищу. Дворы располагались в такой последовательности. Двор язычников, двор женщин, двор израильтян и двор священников. Событие, о котором повествует евангелист Иоанн, происходило во внешнем, в самом большом дворе, который назывался двором язычников. Здесь продавалось все необходимое для совершения жертвоприношений. Вино, масло, соль, а также животные. Здесь же находились миновщики денег. Дело в том, что в Палестине на равных правах имели хождение разные серебряные монеты. Римские, греческие, египетские, тирские, седонские и, собственно, палестинские. Но храмовый налог полагалось уплачивать только священными шекелями, то есть иудейскими деньгами, которые можно было приносить в дар храму. Прочие деньги и монеты были языческими, а потому считались нечистыми. Александр Павлович Лопухин пишет, «Эта торговля и обмен денег нарушали всякое молитвенное настроение пришедших помолиться. В особенности это было тяжело для тех благочестивых язычников, которые не имели права входить во внутренний двор, где молились израильтяне, и которые таким образом должны были слышать блеяние и мычание животных и крики торговцев и покупателей. Христос не мог терпеть такого оскорбления храма. Он сделал бич из веревок, валявшихся около животных, и выгнал с храмового двора торговцев вместе со скотом. Еще строже он поступил с менялами, рассыпав их деньги и опрокинув столы. Задетый до глубины души тем, что люди, искавшие Бога, были исключены из Его присутствия, Христос добавил, «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Конечно, Господь вступается за честь дома своего Отца, потому что является истинным Сыном Божьим, единственным Сыном, который только и может распоряжаться в доме Отца. Видевшие все произошедшее иудеи понимали, что поступая так, Господь заявляет свои права на то, что Он Мессия, а потому сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Они были убеждены в том, что Мессия подтвердит свои права какими-то поразительными делами, на что Господь ответил, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Первосвященники не поняли, что этими словами Христос предсказал свою смерть, разрушение своего тела и свое воскресение из мертвых на третий день. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает, «Господь говорил о своем теле как о храме, ибо в нем вместилось его божество». И находясь в храме здании, Господу Иисусу Христу особенно естественно было говорить о своем теле как о храме. Ввиду этого слова Господа, обращенные к иудеям, можно понимать так. «Недовольно ли с вас осквернять рукотворный дом отца моего, делая его домом торговли? Ваша злоба ведет вас к тому, чтобы распять и умертвить мое тело. Совершите же это, и тогда вы увидите такое знамение, которое поразит ужасом всех врагов моих. Умершленное и погребенное тело мое воздвигну я в три дня». Кроме того, слова Христа говорят и о том, что с тех пор истинным храмом станет он сам. Бог присутствует и являет славу свою не в рукотворных строениях, но в распятом и воскресшем Сыне Своем. Только присутствие живого воскресшего Христа обращает весь этот мир в храм Божий. Потому и говорит Иоанн, что позже ученики, вспомнив эти слова, увидели в них предсказание воскресения. Ведь после совершения единственной истинной жертвы смерти самого Христа уже не стало места для других жертвоприношений. И теперь, дорогие братья и сестры, Господь не просто открывает уверовавшим возможность пребывать в присутствии Бога, но и дарует соединение с Ним в Таинстве Евхаристии. Помогай нам в этом воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи, … und… вот… almost… вас нужны по евре б контролюсу, среди… Субтитры создавал DimaTorzok